Все наши профессионалы, которые находятся в командах, имеют биологические поступки. Они под постоянным контролем ВАДы. Каждый свой шаг они на три месяца расписывают весь свой сценарий. Где он находится и тому подобное. И за малейшую проверку, если его на этом месте не находился, получают желтую карточку. Две желтые карточки и потом дистрификация. Никто спрашивает не будет. Все остальные спортсмены сборной команды страны находятся под пристальным боком нашей Русады. Внезапные проверки такие же осуществляются. Плюс работают с командой врачи, массажисты, диетологи. Плюс поддержка полная со стороны наших команд, как Катюша, так и Руслева. Для остальных членов сборной команды, которые не являются профессиональными командами. Это дело контролируемое получается с трех сторон. Но что нам подсказывает, как себя вести в таких случаях. Я сталкивался на Олимпиаде в Бекине. Когда приехал Дубин-контролька, когда наши профессионалы абсолютно уверены, заявили, ребята, вы посидите, подождите, у меня есть час лень. Спокойно, лиуриномассажный стол, отмассировались. Время прошло, в это время покормили топинистов. Мы готовы к процедуре. Спортсмен не должен слепо подчиняться, он должен знать правила поведения. Поэтому все специалисты сборной команды страны, врачи, плюс поддержка со стороны наших профессиональных команд в совокупности, воспитывают их, как себя вести в подобных случаях. Я за этот рот не знаю ни одного случая, чтобы наши спортсмены, элита, я имею в виду, попались в подобный контроль. Спасибо. Еще вопрос.